Приветствую вас, братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы благодарим сегодня, что можем быть вновь в Доме Божьем, в Доме Молитвы. Мы помним всегда, что на этом Доме наречено имя Господне, Дом Молитвы. Поэтому всякий раз, когда мы приходим, мы каким-то образом, или раньше, или в настоящий момент, пытаемся себя настроить, настроить именно на это, чтобы слышать сегодня Божье Слово, Слово нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 26 глава. Я хочу напомнить прежде всего это первые два стиха, а затем будем читать молитва о чаше, молитва нашего Господа о чаше, которое было произнесено им три раза, три молитвы об одном и том же, о чем просил Сын Человеческий, Отца Своего Небесного. Когда Иисус окончил все слова эти, тот сказал ученикам своим, вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Чтобы вы знали напоминание нашего Господа о том, что его ждет, напоминание о своем исходе, который должен совершиться в эту последнюю неделю пребывания его в Иерусалиме, в общении со своими учениками, где он очень много сказал наставлений, предупреждений, увещеваний всякого рода, что они должны были это запомнить, что их будет ожидать вот сейчас во время его молитвы в Гестимане, и что будет ожидать их потом, когда Господь будет распят. Исход. Мы помним, во время преображения, 9 глава, там 31, по-моему, стих, говорится о том, что во время преображения Господнего, то есть Иисуса Христа, явились Моисей и Илья во славе. О чем они говорили? Они говорили о исходе его. Они говорили о его исходе. И когда он вернулся, сошел с горы преображения, он сразу начинал им говорить об этом, что вот мне нужно возвращаться в Иерусалим, и о том, что он будет там предан в руке язычников. Вы помните, что Петр начал прикословить. Ему не хотелось этого всего. Но это было настроение учеников, а настроение нашего Господа было совершенно другим. И когда мы читаем вот эту молитву о чаше, после всего этого, после вечери, после установления Нового Завета, а ведь всякий завет или договор по Писанию должен скрепляться кровью. И он, устанавливая Новый Завет, говорит, вот этот хлеб – это ломимое мое тело. Вот эта кровь, вот это вино, это моя кровь пролитая за грехи ваши, за грехи этого мира. Поэтому и Новый Завет должен быть скреплен кровью Иисуса Христа, никем больше другим. Потому что только один он мог это сделать. И когда они пришли в Гефсиманию, а это было место, где они часто могли быть, это знакомое место для учеников, потому что они там собирались не раз для молитвы, для какого-то общения. И наш Господь тоже о нем сказало, что он днем учил в храме, вот это время пребывания его последнее в Иерусалиме, днем учил в храме, а ночь проводил на горе Елеонской в молитве. Господь готовился к этому исходу. Если Господь готовился к такому исходу, наш Сын Человеческий, наш Бог во плоти, во плоти, то тем более, братья и сестры, как мы должны всегда настраивать себя на этот случай, который может произойти в вашей и моей жизни. Может произойти. Об этом предсказано Господа было, что если вы будете, примите Слово, то возненавидит вас все и будете гонимы за имя Мое. Будет это? Каким это будет образом проявляться? Мы не знаем. Может быть, где-то хуже, где-то лучше, но это будет. И поэтому этот настрой сегодня, когда мы размышляем о молении нашего Господа, когда мы размышляем о том, что Он начал тосковать, начал страдать, это страсти Господни, предвкушение чего-то нечто страшного, чего Он уже понимал, что это обязательно будет. Несколько учеников Он оставил перед, как они только что вошли в Гессиманию. А других, Петра, Якова и Иоанна, Он взял с собой. В этом тоже есть определенный смысл. Он считал, что Петр, Яков и Иоанн – это будущие столпы церкви. И они должны были присутствовать в этой агонии, страдания Господа Его, чтобы они визуально это увидели, осознали и прочувствовали это, чтобы это вошло в их сердце, чтобы они наполнились вот этим, вот этим самым, и потом могли, запечатлев это, вспоминать, когда им будет так же очень трудно, когда будет им очень тяжко, чтобы они об этом могли помнить и вспоминать об этом. Господь нуждался тоже в поддержке. Сын Человеческий воплоти нуждался тоже в поддержке, чтобы они были где-то рядом с Ним. И Он попросил, молитесь со Мною, молитесь со Мною, поддерживайте Меня. И когда Иисус пришел в Гессимания, вы знаете, что Гессимания, это в переводе, это означает пресс, масличный пресс, где производится вот эта переработка маслин, переработка ослив, олив, это как масляный пресс. И это действительно, может быть, что-то тоже был некий намек на то, что сейчас будет испытывать наш Господь. Когда Он молился, мы помним, об этом напоминает Лука. Он говорит, что когда Он молился, в это время Его пот был, как капли крови. мы представляем, какие душевные страдания испытывал наш Господь. Невыразимые душевные страдания настолько были сильны, что они таким видимым, физическим образом старали проявляться в Нем, под капли крови. Он стал ужасаться и тосковать. Что это за состояние? Состояние внутреннее нашего Господа Иисуса Христа. Что это за состояние? Некоторые предполагают, может быть, Он уже начал страшиться креста. Но мы должны сразу отвергнуть эту мысль. Он шел к этому заранее. Он знал, что Его там ожидает. Он говорил о том, что Он будет распятым. Он шел на это. Значит, что-то более жуткое Он еще представлял и страшное. Что Он представлял, когда Он молился? И взяв с собой Петра, и обоих сыновей завидеемых начал скорбеть, тосковать. И тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодруйтесь со Мною. И отойдя немножко от них дальше, Он начал молиться. молился и говорил, отче, отче, если эта чаша не может миновать меня, да будет воля Твоя. И трижды повторял одно и то же. Если эта чаша не будет миновать меня, то да будет исполнена Твоя святая воля. Воля Твоя, отче мой, мы видим в этом глубокая покорность, глубокое смирение, глубокое подчинение воли своего Отца Небесного, несмотря и вопреки всему тому, что должно произойти. Теперь мы должны обратить ваше внимание и наше внимание на чаши. Что они из себя представляли, эти чаши? Я думаю, самое точное и согласное описание, что это были чаши Божьего гнева. Чаши Божьего, справедливо, яростного гнева Божия, который он чувствовал сейчас обрушиваться на Него. Почему? Потому что, как Агнец Божий, он должен был принять грех этого мира на себя. Иоанн Креститель, помните, говорит Иоанн, первая глава, вот идет Агнец Божий, который берет на себя грех этого мира. Уже указательный палец Бога посредством Иоанна Крестителя уже говорил о том, что Ему предстоит, какой будет исход Его взять на себе грех этого мира. Если мы хоть немножко можем сегодня это отчасти, осмыслить, прочувствовать, что это означает, когда заколали пасхального Агнеца. Мы помним, как Исаака положил Авраам на жертвенник, и это он сделал добровольно. Представьте, около 40 лет мужчина лег на этот жертвенник без сопротивления покорно согласился, что должно будет с ним. Наш Господь добровольно подчинился всему этому, сознавая, что Он должен испить эту чашу, чаша гнева, яростного гнева Божьего. А если бы Он не пил, если бы Он сказал, Господи, пронеси и все, не хочу я пить эту чашу, я не хочу принимать грех этого мира на себя, я не хочу пачкаться в этой грязи, когда вот это рубище греховного этого мира будут возложены на меня, я не хочу. Что было бы тогда с этим миром и с каждым из нас? Что было бы с грешным этим миром? Он был обрещен на вечные муки, на вечные страдания. А вот как раз то, что заслуживал грешник, в том числе каждый из нас, было возложено на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Великий исход, великие муки, великие страдания. Он это чувствовал, но Он покорился и подчинился воле Отца Небесного. После всего этого мы помним, что действительно был арест, взятие его было, допросы, и мы можем коротко определить это состояние несколькими такими фразами. Он был избит, поруган, оплеван, уничижен и отвержен. Это все происходило именно вот в эти короткие часы. Избит, оплеван, поруган, уничижен и отвержен. Такой исход был нашего Господа, когда Он преднимал грех этого мира на себя. В 41-м Псалме говорится, что все волны, пророческие слова о том, что все волны этого бушующего моря прошли надо мною. И я раз Божьего гнева обрушилась на меня. Это пророческое такое предсказание о том, что должно было случиться как раз вот в эти часы. И об этом сегодня. Мы входим как бы в это состояние, братья и сестры, потому что так важно сегодня прочувствовать это для чего? чтобы каждый из нас оказался достойным. Взять этот кусочек хлеба, как ломимое тело Христово, испить этот глоток этой чаши, для того, чтобы еще раз ощутить это в себе, чтобы мы могли сегодня войти в размышления, рассуждения и испытания, то есть проверка каждого из нас, наше состояние, каким сегодня видит меня мой Бог? Наше состояние. И потом мы помним, когда он был уже распят, мы помним о том, что когда он несколько слов произнесся уже на кресте, мы помним о том, что в послании к евреям было сказано очень важное слово. Бог многократно и многообразно говорил через пророков. А последние дни, вот это последние дни, последний период времени, особенно его жизни и служения, Бог говорил в Сыне Своем. И вот этот Сын очень много уже сказал. Евангелие, четверо Евангелия, потом апостолы это все более объясняли и более подробно разъясняли учения Иисуса Христа. Все было сказано. Казалось бы, осталось уже совсем немного. И что-то самое главное произнесли уста нашего Господа там, находясь уже будучи распятым. Настолько эти слова поразили сотника. Вы помните его восклицание? Истина. Когда он все увидел, об этом все услышал, когда Бог дал некие знамения, когда Бог нашел сам говорить вместо Сына Человеческого, то он сказал, истина. Это был человек, это был Сын Божий, это был истинный праведник и прославил Бога. Евангелие от Луки мы читаем, и прославил Бога. Удивительный момент, насколько даже и смерть Господа привела сразу, может быть, двух грешников к покаянию. Это разбойник, который висел на кресте, и вот этот сотник, который участвовал в этой экзекуции распятия нашего Господа. Это были великие муки и страдания. Он много сказал. Это было проявление нежной любви к своей собственной матери. Кто мог в этих условиях говорить о том, что кто-то должен был позаботиться о его матери? Она оставила к Дес при кресте, она видела недалеко. Он поручил это Иоанну. Поручил это Иоанну. Затем он говорил обо всем, а потом он сказал, отче, прости, прости вот этим всем грешникам, безбожникам, свирепым людям, несчастным, убийцам, которые это совершают. Прости им, потому что они вообще не знают, что они уже творят, что они делают. Когда он эти слова сказал, он испустил дух и сказал, совершилось при этом. Совершилось, он сказал, мы видим знамение нашего Господа. Это была тьма по всей земле. Это было необыкновенное явление. Это было необыкновенное явление, которое не могло быть объяснимо ни с какой точки зрения, что это какой-то природный момент или что-то. Бог словно погрузил в траур в эту ночь, в эту мглу, в это все место, где все это происходило и совершалось. Мы видим дальше сотрясение земли, как будто сама земля начала содрогаться от этого жуткого вот этого произвола грешников, которые надругались над Сыном Божьим. Сотрагнулась земля. Воскресение усопших святых это особо и тогда трудно объяснимое явление, которое произошло при этом. Не будем много говорить об этом, наше время подходит к концу, я просто лишь скажу о том, что это святые, как пишет Матфей в 26 главе 56 стихом что они явились по воскресенье уже Иисуса Христа по воскресенье Иисуса Христа явились многим в Иерусалиме. Какое было свидетельство? Какое было свидетельство этих людей? Мы не знаем, что дальше стало с ними происходить. Но есть некоторые предания церкви, где говорится о том, что они прожили до скончания первого века и даже некоторые свидетели еще были живы во втором веке. Представьте, какое множество свидетельств Богом было оставлено через этих людей. Самое главное для нас это то, что в храме мы помним, что произошло. Вот эта завеса в храме, которая разделяла святилище от святого святых это место, куда один раз в год входил первосвященник с кровью только лишь за себя и за свой народ. Один раз в год разодралось сверху донизу. Открыт вход престолу благодати Господа. И теперь мы имеем, братья и сестры, заключительное слово. Имеем нашего Господа великого первосвященника. Мы имеем такого первосвященника, который может сострадать нашим немощь. И куда мы можем приходить к престолу благодати, чтобы получать благовременную помощь для каждого из нас в нашей христианской жизни. Мы имеем посредника, мы имеем ходатая, мы им предстоятеля и поручителя, и все это в лице нашего Господа. первосвященника, почина милых Садека. Итак, что мы можем сейчас сделать? Мы можем сегодня сейчас сделать в эти последние минуты о том, чтобы склониться перед величием мук и страданий нашего Господа. В этом была великая слава, проявление славы Божьей, проявление великой любви Божьей. Это было проявление ненависти ко греху и любви к грешникам, падшему этому миру. Мы были тоже. Ну, а теперь мы были такими, а теперь стали вот такие. Мы сегодня дети Божьи, и мы можем сегодня вспоминать смерть Господню, участвуя в этом с достоинством, чтобы имя нашего Господа было сегодня возвеличено и прославлено. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Спасибо.